Субтитры создавал DimaTorzok Нет, наверное, такого инструмента, как скрип, который бы у нас так беззаветно любили и не любили одновременно. Взять хотя бы русское название этого инструмента. В минуты радости и душевных переживаний послушать, как плачет и поет скрипка, хотели бы многие. Раньше для этого нужно было поехать в ресторан или в музыкальное собрание. Где сейчас можно в Уфе послушать скрипку? Конечно, в филармонии. И акустика великолепная. И приглашаются туда ведущие российские и зарубежные исполнители. Никита Борисоглебский, Алена Баева, Думеника Нордио, Луц Лесковец. Сегодня, дорогие телезрители, я хочу вас пригласить на концерт терчайшего российского музыканта, московского скрипача Алексея Лундина, который недавно выступил в органном зале Башкирской государственной филармонии вместе с пианисткой Татьяной Федосеевой. Татьяной Федосеевой Татьяной Федосеевой Татьяной Федосеевой КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 деревни под звуки флейта сами к скрипке как пришли ну пример папы папы конечно повторяю все дети повторяли например своих детей вижу вот все повторяют вот нет ничего страшного и нет ничего не очень трудно выучить свою ребенка музыки причем достойно практически невозможно поэтому надо мне кажется снисходительно относиться к попыткам поддерживать всячески и ну как понимать что музыкальное образование но обязательно я считаю для каждого как иностранный язык без этого никуда сейчас кем бы не стал до кем бы не стал риэлтором или банкиром музыкальное образование кажется должно быть обязательно но если что-то у ребенка получается не делать из этого события века звоните во всех рукава потому что ребенок гений хороший совет для многих родителей да да вот меня старший сын начал играть начал на скрипке закончил музыкальную школу как пианист учился на гитаре сразу было понятно что профессиональным музыкантом не станет сейчас играет в город двух рок-группах своя музыка свои тексты интересно а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, конечно, конечно Когда вы познакомились с Алексеем? Мы познакомились в аспирантуре, если быть точной, более 17 лет назад То есть вы познакомились как студенты или познакомились как музыканты в каком-то ансамбле? Ну, мы знали друг друга, практически не общались Он играл в трио, и я играла в трио У нас было два постоянных состава То есть мы так и учились в аспирантуре Но в какой-то момент он предложил записать произведение современного композитора Тогда живущего Давида Кривицкого Сейчас его, к сожалению, уже не стало И вот так и играем И вот так и играем Мне очень повезло именно в консерватории Я, вообще-то говоря, не очень хорошо играл на скрипке до поступления в консерваторию Потому что я испытывал массу технологических проблем, чистореместных Как стоять, как дышать, как вести смычок, право-лево и так далее Все на зажимах Вплоть до того, что я даже во время игры издавал Вот такого рода звуки Что было слышно на записи, конечно Сам я их не слышал Судьба или бог меня направили в нужные руки Попал я к Надежде Григорьевне Бешкиной Это ученица Цейтлина и Беленького Вот это та школа Много лет проработала ассистентом Беленького У меня был свой класс И за год она из меня сделала профессионального скрипача Из того, чтобы к ней пришло В консерваторию В консерваторию, да И, к сожалению, на концу четвертого курса Она очень серьезно заболела Но мне опять повезло Потому что на пятом курсе я попал К выдающейся скрипачке И одному из лучших музыкантов, кого я знал Маринелла Арсабна Яшвиль И уже с той базой, которую мне дала Надежда Григорьевна Маринелла Арсабна сумела меня раскрыть Подарить звук Подарить фразировку И вообще она, как солнце Грузии Напитала теплом очень много В том числе и меня Мне хотелось бы назвать двух замечательных в моей судьбе Вообще все решивших женщин По две пианистки по фамилии Гинсбург Одна Людмила Наумовна Гинсбург Она была Она приехала в Москву из Одессы Училочная гауза У него работала ассистенткой в классе И волей судеб нелегких на тот момент Это уж была война Ей пришлось вернуться в Одессу И так ее жизнь там и прошла Но это была невероятная ударенность личности Пианистка невероятного масштаба К сожалению, вот в безвестности От нее остался один компакт-диск Который ей записали в Финляндии В 75 лет Ну, это невозможно ни с чем сравнить В 75 лет она могла сыграть концерт Чайковского Сонату Шопена Симинор Сонату Листа Симинор В одном концерте Потрясающий аппарат Вот с листа Все по слуху Она говорит Помнишь, вот что ты помнишь в ми-миноре? Ну, вот кроме фуги Баха и прелюдии Шопена Помнишь выход там в такой-то картине В такой-то опере И сразу все играло по слуху Это была подруга Зака Гилльца, Рихтера Это была одна плеяда Вот выплеск из Одессы Вот того времени Ее уже, конечно, тоже нет И мне очень посчастливилось в Москве Общаться, дружить И заниматься с Лизаветой Григорьевной Гинсбург Дочкой Григория Романовича Ну, вот я считаю, что она меня оснастила мастерством И очень много дала Очень много открыла В понятии фортепианного звука И вообще музыки Вот как таковой Как вы пришли к роялю? Где учились? К роялю я пришла Я на самом деле У меня училась сестра старшая на виолончели В музыкальной школе А я сидела в гардеробе и пела И одна скрипачка очень хотела начать меня учить Но мама была против, потому что я очень болела много А потом все-таки я упросила Они вообще не хотели меня учить музыки Но я упросила, умолила Вот такое у меня было желание Мне сестра говорила, ты же бросишь Посмотри, как я мучаюсь Я говорила, я не брошу Вот, но уговорили маму все-таки отдать не на скрипку А на фортепиано О чем я какое-то время очень-очень жалела Потому что когда я уже училась в музыкальном училище И уже это становилось моей профессией будущей Более серьезные начались занятия Мне ужасно хотелось играть на скрипке И если я слышала во сне музыку Это была только скрипка Поэтому, наверное, не случайно Так получилось Муж, да, теперь дочка Но потом у меня это прошло И к роялю, в общем, возникло очень теплое чувство Мне довелось слушать конкурсчиков Как в ваших руках великолепно звучит только что вышедший С верстака инструмент И равносильно так же великолепно звучит Страдивариус, к примеру Как удается, потому что это настолько непросто Да, дело в том, что момент звука Извлечение, то есть извлечение звука из инструмента Он очень важен, его никто не отменял То, что сейчас происходит Всеобщее, так сказать Одурачивание слушателей С помощью электронных приборов С помощью усиления звука С помощью микрофонов Это безусловный факт для меня 90% людей, находящихся на эстраде Не обладают красивым звуком И это такое мое мнение Оно основано на том, что я вижу При этом, с другой стороны Со страшной скоростью растут цены на инструменты Это превратилось в бизнес Давид Федорович Ойстрах уже был солистом И выиграл массу призов Когда выяснилось, что он играет на скрипке фабричной Исторический факт? Исторический факт Он играл концерт Чайковского С питерским оркестром И ему сказали Да это очень ужасно Уже стыдно Поменяйте что-нибудь, сделайте Вот он заработал деньги на концертах И по-моему, то ли за 5, то ли за 6 тысяч долларов Купил прекрасно Страдивари Сейчас этот Страдивари стоит несколько миллионов долларов минимум И представьте скрипача, который даже самый выдающийся солист Может даже за год накопить себе деньги Невозможно Разрыв пошел очень страшно И вот это большая проблема для очень многих молодых и талантливых людей Потому что им нужны хорошие инструменты А они стоят огромных денег Слава Богу, что есть какие-то фонды, которые помогают Слава Богу, что есть современные мастера, очень хорошие И в Америке, и в Китае И у нас очень хорошие мастера есть Вам доводилось играть на хороших наших инструментах? Да, да Я обожаю скрипки Кочергина Чем нравится? У них очень яркий звук На них очень легко играть Очень красиво звучат скрипки Улицкого К счастью, он еще жив, молодой человек И так далее Тогда я могу много перечислять со знакомых, хороших, очень мастеров А если говорить о школах Французская, итальянская, немецкая Вот три таких столпа И русская Да Какая вам больше нравится? И чем примечательно, к примеру, французская, немецкая? И чем выделяется итальянская из этого ряда? Французы очень сильные То есть Вильяма взять и так далее Ну у них немножко немецкие, я обожаю немецкие скрипки Они очень честные скрипки Вот положил руку, она звучит, убрал руку, она тише Очень прямые, откровенные, честные, добросовестные скрипки Но и те, и другие Рядом с хорошим итальянцем Не имеют той глубины и тенго То есть у французов не приходилось слышать глубокие инструменты? Приходилось, приходилось Но все равно это немножко другое Ну вот много есть теноров А коробка, он немножко отличается от всех Если говорить, да, про Страдивари, Гварнери и Амати Самый красивый звук, который я слышал, он у Амати У него маленький звук А эти инструменты Страдивари и Гварнери Они дают возможность заполнять любые пространства Вам же приходилось играть на Страдивари Конечно, я дружу со многими мастерами Вот, в отличие от нашей страны Скажем, в Америке, в Германии Мастера очень открытые люди Он сидит у себя, допустим, в Нью-Йорке В мастерской, да, в студии У него вот шкаф, ну как, орган, начинок И полки, на полках лежат скрипки Ну вот, я приехал из России Человек, ему интересно со мной поговорить Мне интересно, я там попросил подставочку новую поставить Или что-то Он говорит, пока я работаю Вы можете играть на любой скрипке Вот, рекомендую Вот здесь у меня лежат 5 Гварнери И здесь очень хороший Страдивари И вот попробуйте обязательно этот Роджерри Но у меня нет ни одной трещины И так у каждого мастера То есть это такая культура Некая культура мастеров Которые сталкиваются Конечно, мастера очень хорошие Но они ежедневно сталкиваются С очень качественными, очень хорошими инструментами Они открыты для общения музыканты Как бы и мастера А приходилось ли видеть скрипку Батова? Вот я хотел отдельно сказать о русской школе Вот русская школа не уступает итальянцам Ни Батов, ни Лемон На Лемоне приходилось играть? Приходилось Уанчевской, по-моему, Лемон, да? Лемон, не знаю, уанчевской или нет Мне приходилось играть на Лемоне Темноватые они? По-разному Мне очень нравится А что, вот есть что-то объединяющее? Какая-то легкость Вот легкость какая И у итальянцев, и у редких русских инструментов Есть какая-то легкость То же самое со смычками Все мы знаем, что лучшая школа французская И чем они вам нравятся? Ну, трость очень подвижная Трость Немецкие же тоже неплохие смычки Хорошие Чем отличаются? На взгляд исполнителя Ну, вот, на мой взгляд Немецкие более медлительные смычки Есть такая машина Mercedes Вы ездили на ней? Бывало Она едет и едет Вот, очень надежно Но вот есть момент Как будто машина немножко думает И все правильно Поехали Прямо поедем Вот такая немецкая Основательность Да, основательность такая качественная А есть Ferrari Вы посмотрели, и уже там Английские Удивительно хорошие Школа смычковая Очень хорошие Просто ничего не знаем А приходилось играть на английский? Приходилось И вот они, в отличие от французских и немецких Они такие Прямо такие Зеленые? Облегчать вес до какого-то предела Имеет смысл Вот у меня нету Я никогда не взвешиваю смычки Все знают, что вы концертмейстер оркестра Виртуоза Москвы Очень много Колоссальная занятость Очень много выступлений Телевидение все время пестрит Концерт там Концерт здесь В Доме музыки Гастроли там Гастроли тут Как вы Уделяете время Чтобы и преподавать И концертировать Как ансамблист И как солист Только за счет Выносливости И любви к этому делу Больше Никакого другого Не отсекли То есть я практически 24 часа занят На работе Работа это музыка И семья Ну Ваша жена Ваш музыкальный партнер Как вам удается Детей воспитывать еще при этом? Посмотрим Как удается Они вырастут Пускай Тогда посмотрим Как удалось воспитать Надеюсь Что все будет хорошо Спасибо Огромных успехов Спасибо вам Нам было очень приятно Вас встретить Есть наверное В скрипке Что-то особенное Что и 200 лет назад Заставляло Маленьких Паганин Точить мастерство Это что-то И сейчас Вдохновляет Юных виртуозов На многочасовые занятия Тем более Что есть такие Выдающиеся примеры Как Алексей Лундин Мы же прощаемся Сегодня с вами Дорогие телезрители До новых Творческих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok